МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации, телерадуя компанией Гомелю, студии и працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуску. У Беларуси сёння день Конституции. Шверть ста годзе тому был принятый основный закон державы. Первая шарговая увага – профилактицы. Сёння у Гомеле разглядали меры попередживания вытворчага и бытового травматизму. Ведать и оборонять свои правы. День спожилца, який означается сёння, присвятили личбовым технологиям. А зараза в гэтым и іншим больше подробязна. Керавник державы сёння уручил пашпарты юным беларусам. Прочистая церемония у День Конституции отбылась у Палацы Незалежности. Макчымость побывать у стенах одного символа у беларуской державности, залах, где проходят найважнейшие операмовы и сустреча на найвышейшем узровне, стала для школьников яркой падеей. Запомнится церемония юным беларусам, ясно и тем, что сёння у них была уникальная макчымость убачить першы экземпляр дзеючай Конституции Республики Беларусь, який заусёды заховывается у кабинете президента. И заховывается, як у музеи. Гэта саправды галоны и неоценный экспонат убачить, який саправдный поспех. И вядома символична, минавито сёння, школьники отрымали своя першая документы з рук гаранта Конституции президента Беларуси. Уручающий подлеткам самый галоны документу их житти, Александр Лукашенко отзначил «Пашпорт – перший крок у дорослое житё». И с часами от этих молодых людей будет залежать будущее нашей краины. Символично, что в этот год, когда вы появились на свет, нашему молодому государству тоже исполнилось всего 14 лет. Видите сегодня вас, таких целеустремленных, успешных, талантливых, достойных детей нашей суверенной Беларуси счастья не только для ваших родителей, для всего нашего белорусского народа и прежде всего для меня. Для всех, кто стоял у истоков создания независимой страны, вы – самая великая ценность. Этот документ символизирует начало нового этапа абсолютно самостоятельной жизни, насыщенной интересными, значимыми событиями, в том числе и политическими. Пройдет совсем много времени, и вы уже будете принимать важные решения в истории Беларуси, стоять на страже государственных интересов, будете создавать будущее страны, думать о ее благополучии, о том, что оставите своим детям. А значит, сделайте все возможное, чтобы сохранить наши духовные ценности, культурное достояние и, самое главное, мир на своей земле. Глядя сейчас на вас, ваши глаза добрые, умные и очень заинтересованные, я верю, что так и будет. Убежден, что наша родная Беларусь всегда будет в надежных руках. Свои первые документы и книгу «Я, гражданин Республики Беларусь» школьники отримали в зале для уручения доверчивых грамот. Как правило, там Александр Лукашенко примает дипломатов из других стран. Такий жест надав особливую значность и урочистость мероприемству. 25 юных беларусов из разных регионов Украины. Им только исполнилось 14 лет, но при этом я не уже домоглися в высшении в спорте, культуре, творчестве, международных и республиканских олимпиадах и споборництвах. Юные беларусы отримали пашпорты и книги от кировника державы, а так самому отшимость наведать с экскурсией Палац Незалежности. Дети с текавостью ознайомились с историей будовництва и створения внутренного убранья, побывали в залах, где проходят наиважнейшие державные мероприемства. И они живо делились своими уроженними. Паспорт – это документ гражданина, а гражданин – человек, любящий свою страну, уважающий людей в них, и я становлюсь таким человеком. Когда я узнала то, что будет президент, я не ожидала этого. Всегда смотрела по телевизору, а тут буду вживую его увидеть. Когда оркестр играл, я думаю, когда же он уже выйдет. Потом уже, когда вышел, назвали мое имя, я подошла. Хорошие эмоции были. Это волнительно, и прилив таких эмоций положительных. Ты очень рад и гордишься тем, что ты белорус. Подлетки долго не разыходились, им было интересно зазернуть у каждый куток президентского палаца, сделать фотографии, чтобы обовязково поделиться ими со своими одногодками. В завершение, юным белорусам, а дымякера уника державы, уручили солодкие подарунки. Концерт, молодежный флешмоб, уручение по шпарту юным грамадянам краины. Урочисто и ярко сегодня означали юбилей Головного закона Республики Беларусь. У ключовым документе прописаны правы и обовязки кожного грамадянина нашей Республики. Выборчая система, державный лад. Дякуючий Конституции, любой человек мая право на достойное життя и особо развитие. С хронологией святочных мероприемств этого дня Марина Джалая. В Гомеле святкование 25-го дня дня принятия Конституции начали означать ярко и оригинально. Сначала на площади Меленина побачь с драматичным театром прошел молодежный флешмоб. Глядачи подпевали и подтанцовывали. Выпадковые прохожие спонялись. Выступление было вельми видовищным. Оказалось, что у сиротудельников свято девчина, якая свой день на роджение, означает миновито 15-го соковика. Сегодня 15 марта, день Конституции. И мне будут сегодня вручать паспорт. Это было неожиданно, что меня пригласили. Я очень рада. Это большая ответственность для меня сегодня. Потом удельники отправились у областной в Иканаучий комитет. Тут для юных граждан Беларуси организовали экскурсию по залах посаджения и перамоу. Школьники смогли не только на своей вотшую бачить место. Для кировничества региона прямая важная для в области Рашеньи. Им дозволили посидеть у кресла губернатора и сделать фото на память. Такие мероприемства повинны застаться у памяти назовжды и натхнить на новые досягнения. Сегодня в зале мы пригласили детей, где проходила встреча двух президентов Александра Григорьевича Лукашенко и президента Украины Петра Порошенко в рамках первого форума регионов Беларуси и Украины. Але на этом подороже не завершилась, а подлетки наведали так само Гомельский областный суд. А потом с хваляванием и нетерпливостью отправились на уручение по шпартовым. Святошный день протягнется тут у громадского культурного центра в 2014-ти годовой юнаки и девчатки. Выдатники в учебу, переможцы спортивных споборництвов, активные удельники громадского життя отримают пашпорты. Причем уручать головные документы грамадян им будет кировничество в области. В подлетки хвалюются у многих такие отказный момент перши у житии. Эмоции новой уражени захлистывают кожного. За один день юнаки и девчаты столько убашили и доведались. Я познакомился с председателем областного совета депутатов и сумел задать ей несколько вопросов. Это мне очень понравилось. После того, как я задала несколько вопросов, мы отправились в суд, где я узнал много нового. Теперь перед получением паспорта я очень волнуюсь и надеюсь, что все пройдет успешно. Усяго на червоную дорожку выходили 40 юнаков и девчат. С веншаваньями и пожаданиями счастливого леса паспорты муручали представники выканавчей и судовой улады. Дети сегодня в такой великолепный праздник для нашей страны почувствуют себя настоящими гражданами, получив сегодня паспорта в тот установленный срок, которым определено нашим государством. Я думаю, что сегодня они будут одним из самых счастливых, одним из самых уверенных, то, что они сегодня родились и живут в нашей прекрасной стране. День Конституции – это свято кожного, кто любит свою родину, кто живет тут, створяет семьи и народжает детей. Свято кожного, кто своими добрыми справами и учинками делает нашу краину больше мощной, счастливой и загуртованной. Марина Джалая, Валерий Гопанько, телерадио компания «Гомель». Старшиня Гомельская «Гомельская» «Гомельская» Валерий Гомельская» «Самая травма небеспечная профессии слесара, электромонтера, водителя и будовника. При этом практически две трети несчастных выпадков отбились и по вине самих потерпелых. 46% лица старше 50 лет. То есть, это говорит о том, что люди уже начинают думать, что они в охране труда опознали все, что они не допустят никаких вопросов, нарушений, возможно, даже пренебрежения, ну, невозможно, есть, имеются факты. И вот результат. Бадай, наибольш эффективная мера поляпшения ситуации – возмацнение профилактичной работы, сирот огученных пропанов, проведение медицинского контроля за станом алкогольного опьянения работников не только в початку смены, а на протягу усяго працанного дня. Плюс организация сусырч с людьми, які стали инвалидами на вытворчестве и семьями загинувших, хоть только вытворчими проблемами на посаджении горвоконкам они обижавались. На протягу пятиапошных годов у Гомеля означалася тенденция снижения гибели людей на пожарах. Разом с тем початком этого года оказалось не вельми оптимистичным. Загинули два человека, правда потерпелых могло быть и больше. По информации городского отдела по надзвучайных ситуациях нигде непроцающие люди сбираются у подвалы на поддашках жилых домов, где распивают спиртные напои и разводить в огнище. Неограничение доступа в подвальные чердачные помещения. Как показала практика, последняя погибшая у нас находилась в подвальном помещении, туда же также был неограничен доступ. Поэтому еще имеют место факты неограничения доступа в Бросово, недостроенные здания, также будут рассматриваться эти вопросы и применять все мер к лицам и к собственникам этих зданий, которые допускают неограничение доступа. Олег Синтеров, Игорь Мариченко, телерадокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Гомельский городский отдел Следующего комитета проводит проверку по факте смерти 16-годовой жихарки областного центра. По официальным заключениям ее причиной стало имкливое тячение минингококовой бактериальной инфекции. У понеделок 11-го соковика в тяжком стане девчонку доставили в больницу, але выратовать ее медики не сдолили. 11 марта в учреждении Гомельская областная детская клиническая больница реанимационной бригадой скорой медицинской помощи был доставлен ребенок 16 лет с признаками генерализованной бактериально-вирусной инфекцией в тяжелом состоянии. Несмотря на проводимую интенсивную терапию ребенка спасти не удалось. Мы приносим свои соболезнования родным и близким ребенку. Мы рекомендуем принять меры предосторожности, поскольку данный возбудитель очень не стоек во внешней среде и заболевание передается только при очень тесном контакте. Поэтому, конечно же, необходимо принимать меры и соблюдать нормы гигиенические, в первую очередь, мыть ее рук, проветривание помещения. И при появлении первых признаков инфекционного заболевания, таких как повышение температуры, недомогание, обратиться к врачу. Все не означается «День спожилца». Он пройшел под девизом оборона права у спожилцов в эпоху разумных технологий. У жителя людей трывалой вошли усимогчимые гаджеты, смартфоны, голосовые помощники, разумные телевизоры и годинники. Они подключаются до интернету, отримливают и отправляют дадены об спожилцах и их поводинах. Прогресс лишь бы в их технологии повинен уличивать интересы спожилцов. Право на якость тебя спеку разумной электроники и право ведать, как сбирается, опрацовывается и выкористовывается особистая информация. Обращаем внимание на покупки в сети интернет. То есть, где мы совершаем. Это у нас должен быть интернет-магазин зона Байбел и, к сожалению, не социальные сети. Поэтому, пожалуйста, покупатели, будьте внимательны. Возникают сложности с возвратом, обменом дорогостоящего товара, технически сложного товара. В частности, что покупатели не знают о том, что данный товар, мобильный телефон, духовая печь, холодильник, можно вернуть только при наличии существенного недостатка. В иных случаях данный товар обмену возврату не подлежит. У Гомельской областной библиотеки экспонуется интерактивная выстава для школьников «Сусвет интернету». Яна накирована на навучение детей безопасным поводинам у глобальной сети. С подробностями Павел Михно. «Сусвет интернету» — это шесть интерактивных зон. Яны присвечены истории «Сусветной паутины», правилам поводин у сети, безопасному контенту и обороне особистой информации. У гульновой форме дети научатся корыстацца антивирусными программами, доведаются, як правильна медзносины у интернете у тымлику с незнаемыми людьми, якую информацию об себе можно, а якую нельга размышать у социальных сетках. А крымя таго, можно позмагаться с вирусами на сенсорном экране и разобраться, як оборонять гаджеты от шкодного контенту. В настоящее время мы развиваем это направление на более старшую аудиторию и выставка «Вселенная интернет» она как раз таки посвящена правилам безопасности поведения детей в интернете. Гомель стал другим городом, куды приехала выстава. Ранее интерактивная экспозиция выставлялася у Минску. За 4 месяца я наведали больше, как 4 тысячи школьников и больше за тысячу дорослых. Мы хотим не то, чтобы сориентировать, а задать правильную платформу для мышления именно на поиск полезной информации. Сколько бы мы не мечтали себе, чтобы дети только занимались образованием в интернете, естественно, в подавляющем большинстве они ищут как поразвлечься. Соответственно, развлекаться тоже можно по-разному и мы хотели бы подобными мероприятиями сориентировать, что и это извлечение надо получать в пользу, в том числе и образовательную. Выстава открыта для бесплатного наведывания для детей с батьками и наставниками. Экскурсии по сусвету интернету будут проходить у Гомельской областной библиотеки в будние и выходные дни. Плануется, что после працы в Гомеле выстава отправиться в и другие областные центры Беларуси. Павел Михно, Игорь Марышченко, телерадиокомпания Гомель. Оранжевый уровень небеспеки из-за мощного ветра объявлено в Беларуси на субботу 16-го соковика. В нашем регионе ждет дождь с мокрым снегом. Ветер прогнозуется по днюю с порывами до 14 метров за секунду. Температура поветра в ночи складе до плюс 3 градусов в день от 4 до 6 тепла. Дождь и до 7 тепла чакается в неделю 17-го соковика. По передних прогнозах в понеделах слубки термометров уздымутся до плюс 14-ти. Три дни напруженных гульняв. В Гомеле сенне завершился чемпионат мытных органов по волейболе. С поборницей присвятили 25-й годзю Конституции Беларуси. Гомельские мытники спынилися у кроку от медальных баталей. У господаров пятое место. По выниках группового этапа первую полфинальную пару склали Гродзинская и Брестская мытни, другую Витебская и команда Белмыцервиса. Путевки уголовных поединок турниру завоевали гродзинские спортсмены и супрацовники Белмыцервиса. Витебская и Брестская дружины распрышивали бронзу. Тут спортивная фортуна была на боку волейболистов Брестской мытни. Яны перемогли с ликом 3-1. Первую партию мы проиграли, потом немножечко собрались, может быть Витебс где-то немножечко успокоились, думали, что все, уже игра у них. Но дали бой, ребята все молодцы, все сражались очень хорошо, и подъемы были, и атаки хорошие. Впечатлений очень много, очень хорошая организация, очень много приехала команд, которые уровень практически одинаковый, поэтому была борьба, было интересно играть, было очень много эмоций. Финал так само отримался напруженным. Больше подрихтованными были гродзинские мытники, которые и помогли команду Белмыцервиса с Ликом 3.1. Это и так само иншие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvergomil.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу и до новых встреч в эфире. По-настоящему жаркими выдались прошедшие сутки для спасателей нашего региона. Зарегистрировано сразу три пожара. К сожалению, не обошлось без жертв. Местом трагедии стала квартира по улице Интернациональной в Светлогорске. К моменту, когда на место вызова прибыли подразделения МЧС, на третьем этаже дома открытым пламенем горел балкон. Бросившиеся в плыхающее жилище спасатели обнаружили на кровати в комнате труп мужчины. Одна из рассматриваемых версий случившегося непогашенная сигарета. Эта же причина могла привести к роковым последствиям в Мозыре. Накануне днем в одном из домов по улице Студенческой загорелась квартира. Находящуюся дома хозяйку жилища удалось спасти. Женщина госпитализирована. Как сообщили в областном управлении МЧС, еще один человек пострадал в Рогачеве. Местный житель устроил у себя дома файер-шоу. По предварительной информации, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, для розжига печи использовал бензин. В результате вспышки паров бензина он получил ожоги и был госпитализирован в районную больницу медработниками. В Наровле нетрезвый бесправник сбил на тротуаре женщину и скрылся. Инцидент произошел накануне днем. Предварительно установлено, что мужчина на «Жигулях» двигался по улице Комсомольской. В какой-то момент он не справился с управлением и наехал на бордерный камень. После сбил 37-летнюю женщину. В результате происшествия женщина получила телесное повреждение и была госпитализирована. Мужчина с места происшествия скрылся, однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГАИ он был установлен и задержан. Четвертые сутки областная госавтоинспекция работает в усиленном режиме. Цель спецмероприятия – профилактика ДТП с участием пешеходов. С начала года в регионе произошло 35 таких аварий. Шесть человек погибли, более 30 получили травмы. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дороге и проявлять дисциплинированность и взаимное уважение друг к другу. Особое внимание будет уделяться в часы пик, когда максимальная плотность потока движения как транспортных средств, так и пешеходов. Также внимание будет уделяться пешеходным переходам, которые находятся в потенциально опасных местах. История поиска увенчалась успехом. На сайте областного УВД появилась информация о том, что установлено местонахождение без вести пропавшего накануне ребенка. Максим Пархоменко вышел из поликлиники в Гомеле и пропал. Сообщается, что самочувствие ребенка нормальное, с ним общаются сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В доме футбола в Минске состоялась жеребьевка календаря чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге. Сезон стартует 13 апреля. В первом туре все представители Гомельской области кроме спутника играют дома. Реческая команда отправится в гости к Сморгоне. Житковический ЮАЗ примет на своем полипинскую волну. Светлогорский химик начнет чемпионат матчем против Слонима. Гомельский локомотив сразится с Микошевичским гранитом. Кстати, завтра железнодорожники проведут второй поединок четвертьфинала Кубка Беларуси по футболу против Витебска. Первая встреча состоялась 9 марта на поле Северян. Хозяева победили благодаря точному удару Антона Матвеенко на 86-й минуте. Ответный матч пройдет в Гомеле на стадионе с Дюшор в 8. Начало в 14.00. Накануне определился первый полуфиналист Кубка. Им стала Ислач, обыгравшая по сумме двух матчей Борисовский Батем. Дуэль лидеров. В ближайшие выходные в чемпионате Беларуси по мини-футболу пройдут очередные матчи. Главный поединок 20-го тура имеет гомельскую прописку. Завтра на паркете спорткомплекса Локомотив сойдутся первая и вторая команды нынешнего чемпионата гомельский ВРЗ и оршанский Витен. В случае победы энергетики обойдут вагоностроителей в турнирной таблице. Если же Викторию будет праздновать команда Анатолия Яновского, отрыв от оршанцев увеличится до 5 очков. Начало поединка в 17-0-0. На разогреве у лидеров будут гомельская БЧ и столичная Динамо БНТУ. Матч между этими командами стартует на арене спорткомплекса Локомотив в 14-0-0. Параллельно с этим поединком в Светлогорске будут выяснять отношения ЦКК и территория из Минска. Хозяева-фавориты в этом противостоянии столичная команда после 18 проведенных игр не имеет в активе ни одного зачетного балла. Завтра на порядке дня сражения лидеров и в женском чемпионате Беларуси по гандболу в Минске сыграют БНТУ Белас и Гомель. Этот четвертый очный поединок команд в этом сезоне пока перевес в личных встречах у гомельчанок. Подопечные Томожа Чаттера выиграли два из трех матчей. Прямую трансляцию противостояния Гомеля и БНТУ можно будет посмотреть на сайте Белорусской Федерации Гандбола начала в 14.00. Сегодня стартовал открытый областной турнир по дзюдо «Путь к Олимпу» на призы заслуженного мастера спорта Сергея Шундикова. За призовые места борются спортсмены 2005-2006 годов рождения из Беларуси, России, Украины и других стран. Цель турнира отобрать лучших спортсменов региона на республиканскую спартакиаду школьников, которая пройдет в июне. Для юных спортсменов эти соревнования хорошая возможность проверить свою готовность к большим стартам. Ближе уже к финалам борьба будет уже жесткая, уже борьба будет такая эмоциональная. Тренера все будут болеть за своих спортсменов. Каждый хочет завоевать медаль, стать призером. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Саевин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова